Очередная игра, очередное поражение и новый скандал. Футбольный клуб Анжи невольно оказался на первых полосах газеты теленовостей. Правда, в медийном пространстве активно обсуждают не игру футболистов или промахи тренеров, а выходку молодых дагестанцев. Интернет-издания и телеканалы утверждают, что фанаты махачкалинской команды избили ростовчан и забросали автобус гостей камнями. Картину событий попытались восстановить наши корреспонденты. Эти кадры сделаны кем-то из участников потасовки на мобильный телефон. Разобрать традиционное, кто первый начал, невозможно. Известен только результат. Трое ростовчан доставлены в центральную больницу. Еще примерно 10 болельщиков получили неопасные травмы. После драки трое человек из них получили травматические телесные повреждения различной степени, ссадины, травмы. Показали первую помощь. Сегодня рано утром болельщики все уехали к себе домой. Об этом инциденте начали писать уже многие российские сайты. Мол, дагестанцы после матча, не выдержав еще одного провала своей любимой команды, напали на болельщиков Ростова. А еще следили за автобусом с фанатами гостей. После чего на выезде из пригородного пляжа Лагуна его забросали камнями. По рассказам очевидцев, вели болельщика Ростова себя очень вызывающе, были в алкогольном опьянении. И поэтому, конечно, это вызвало недовольство окружающих и спровоцировало такой конфликт. Сумма ущерба устанавливается. Полицейские задержали 12 человек. Все дагестанцы. Большая часть несовершеннолетние. В отношении подростков возбуждено 9 административных дел. Еще два уголовные по статье хулиганства. Автобус получил незначительные повреждения, разбито лобовое стекло. Когда болельщики футбольного клуба Ростова выезжали с базы отдыха Лагуна, в них полетели камни. Сотрудниками полиции были задержаны зачинщики. 11 человек были доставлены в отдел полиции города Каспийска. В большинстве российских клубов такие драки между болельщиками явление нередко. Но почему-то в очередной раз, после, казалось бы, несерьезной потасовки, дагестанцы вновь в центре внимания. И опять в качестве виноватых. По крайней мере, ростовский клуб уже направил протест Российский футбольный союз. Правда, по последним сообщениям из Москвы, привлекать к ответственности Анжи Российский футбольный союз отказался. Руслан Касумов, Салик Салихов и Заур Магомедов. Время новостей.